Субтитры создавал DimaTorzok Мы очень долго выбирали породу собак, хотелось что-то маленькое, но в то же время, чтобы это была собака с большой буквы Поэтому выбрали эту породу Они и коммуникабельные, и очень умные, и подвижные, просто маленького размера Поснакомьте нас с ними поближе, сколько их? Вот это у нас Бася, Бастинда, ей год и 4 месяца Умная, хорошая девочка, уже начала свою выставочную карьеру Вот это ее младшая сестра по папе, Кшиха Нам еще 9 месяцев, мы вот только готовимся выставляться, готовимся к будущим победам Как они ладят между собой? Очень спокойно, очень хорошо Нету такого, чтобы они выяснили, кто из них старше Просто вместе играют, безобразничают и бегают, домой хорошие А сколько, как правило, длится выставочная карьера? Выставочная карьера может длиться, начиная от 4 месяцев и, в принципе, до 9 лет Потому что есть разные классы Есть класс бэбиков для самых маленьких, потом щенки, юниоры, взрослый класс и ветераны с 6 лет Вот после того, как они побывают на выставках, возможно, какие-то награды, медали Они ощущают как-то это на себе, по-другому реагируют, понимают, что да, нас выбрали Мы вот теперь можем претендовать на то или другое Ну, скажем так, награды, все-таки медали, это больше для нас А для них вкусность, поощрение И рассказываем, какие они любимые, хорошие умнички Естественно, они живые, им все это очень нравится И они понимают, что вели себя просто замечательно, их похвалили Как эту породу собак задобрить? Кроме того, что-то вкусненькое для них Вкусненькое, это, конечно, хорошо Но, во-первых, не все собаки на вкусненькое реагируют Для собаки в любом случае главное, чтобы ее любили, гладили и хвалили Вот это для них самое основное Кому не стоит заводить эту породу собак? Ну, я бы ее не рекомендовала людям в возрасте И тем, кто любит более, скажем так, спокойный, лежачий образ жизни Потому что собака очень коммуникабельна Она именно для активных людей Ей хочется побегать, хочется ваше внимание А если ей не заниматься, если не уделять данного внимания Ну, просто дома будет не очень хорошо, скажем так А не лает вообще? Издает руки какие-то Вот они сейчас спокойны Это для них абсолютно новая обстановка Ну, собаки социализированы Они не чувствуют никакой угрозы для себя Но новая обстановка С удовольствием побегаем, понюхаем, посмотрим, познакомимся Можем Басю отпустить Сейчас, да? А вторая тоже захочется не побежать? Ну, обязательно Бася просто постарше, поэтому она посамостоятельней А Кшиха, она еще все-таки ребенок, для нее посложнее А какие есть соревнования, в которых они могут принимать участие? Вот мы понимаем, что Бася и Кшиха у них только выставочная деятельность Они на это нацелены и полностью готовятся к соревнованиям А вот что может быть для других собак? В принципе, очень много вариантов И аджилити Собачка небольшая, собачка очень подвижная И очень хорошо дрессируется Поэтому аджилити, они постоянно принимают участие Фристайл с собаками, то есть танцы с собаками Сейчас очень активно начали заниматься именно с этой породой Потому что, опять же, небольшая, удобная, компактная, прыгучая И очень хорошо понимают, что от нее хотят А вот есть какие-то трудности с дрессировками? И вообще, я читала о том, что они очень похожи по характеру на овчарок Это на самом деле так или нет? Это и есть овчарка во всех смыслах этого слова Собачка четко понимает, кто ее хозяин Хозяина будет охранять всегда в обязательном порядке Никогда у нее нет такого, что кому дали собаку, с тем она и пошла Собака знает, кто хозяин Иди сюда, моя хорошая И именно выполняет свою функцию охранника То есть вам не страшно с ними выйти на улицу? Вообще абсолютно нет Даже такая маленькая собачка вполне способна защитить человека Как за ними ухаживать? Слишком большого ухода им не требуется Собаки, ну, стандартно, правильное окормление Стандартное посещение ветеринара раз в год для прививок Обработка от глистов и от блох И, в принципе, раз в месяц купать Все Вот я сейчас обратила буквально внимание на то, что у одной собачки есть хост А у другой он купирован Почему? Есть несколько, скажем так, видов шиперки Есть американского типажа шиперка Есть европейского Американцы, они предпочитают шиперок купированных То есть собачка, она более квадратная С большей головой Более широкая Европейцы предпочитают более изящных собак Но так как у них еще вовсю идет борьба Гринписа с заводчиками собак Они не купируют хвосты Европейского образца собачки Они более изящные, более нежные Ну и с хвостиками чаще всего Цветные шиперки бывают или нет? И что это за собаки? Цветная шиперка это отбраковка Это неправильно легли крови Или это не совсем шиперки Таких собак не признаются В породном стандарте только черные А вот зачем нужна родословная? Это только тем нужно людям, которые будут на выставке готовить своих собак Либо в принципе это важно Говорят, что чаще болеют такие животные Это в принципе важно Потому что родословная, она подтверждает происхождение собачки Она подтверждает, что вы покупаете собаку породы шиперки А не допустим смесь какого-то шпица и той же шиперки Потому что все-таки у каждой породы есть свои породные особенности И родословная именно подтверждает, что вы берете то, что хотите И ожидать можно от этой собаки будет именно породных каких-то свойств То есть охраны, либо подвижности Вы не устояете рядом с ними? Они достаточно спокойные Это они себя здесь спокойно ведут Потому что обстановка для них новая Дома вдвоем они начинают играть Начинаем скакать, бегать чуть ли не по стенам А вот если кто-то захочет себе завести такую собаку Все-таки выбирать взрослое животное или брать щенка? Смотрите, каких целей вы хотите себе такую собаку завести Потому что если вы хотите для себя, друга, товарища Может быть с перспективой на будущее племенной деятельности Естественно лучше брать щенка Для людей, которые выбирают собаку именно для племенной деятельности Необходимо все-таки увидеть полностью все качества собаки Чтобы это не было лотереей, как с щенком И тогда им, конечно, удобнее брать подростчину или взрослую А вот когда мы приносим в дом щенка То как следует его, во-первых, адаптировать к новой обстановке Как они вообще переносят это, сложно, не сложно И что нужно сделать в этом случае? Ну, во-первых, если брать конкретно породу шиперки То здесь просто шикарная психика Они, ну, скажем так, испугать эту собаку очень-очень сложно Она может насторожиться, она может... В первое время, когда любое животное приносишь, отрываешь его от мамы, от братьев, сестер Тут главное уделять ребенку внимание Если он будет чувствовать, что его не просто взяли от мамы, принесли в новое место и бросили А им занимаются, с ним играют Его не бросают одного хотя бы первые несколько дней Никаких проблем с адаптацией не будет вообще А связаны есть какие-то истории? То, что осталось, запомнилось И вы, возможно, вспоминаете, пересказываете друзьям, знакомым, родственникам, когда собираетесь Вот именно шиперки связанные Ну, шиперки очень интересно извиняются Порода, которая действительно понимает, когда они что-то натворили И вот их наказывают за дело На них начинаешь ругаться Они, во-первых, начинают складываться в бублик Ну, я даже не знаю, как это описать Это надо видеть Лап сначала складываются в бублик, крутятся на одном месте Потом становятся на задние лапки Лапки вот так складывают И улыбаются Именно улыбаются в прямом смысле этого слова А есть ли какие-то сложности в содержании или нет? Есть ли собаку? Мы преимущества все с вами перечислили уже Если их нормально выгуливать Именно давайте А они любят очень много и долго гулять Им надо двигаться, двигаться Хотя бы по 2-3 часа в день Потому что собака все-таки активная А если вот люди, например, работающие Не могут этого себе позволить В один период времени Сделать, например, там утром или вечером Можно как-то разделить этот временной промежуток И сделать несколько раз Это я в общем имею в виду Что часа 3 за день Потому что, ну, скажем так Даже работающим людям Если они все-таки берут собаку Они должны понимать ответственность И 3 часа в день В сутки, в общем Выделить на то, чтобы собачка погуляла Просто иначе дома будет не очень хорошо Так как собака не выгуливана Она не успела устать Энергии куда-то нужно Да, не делала свою энергию Она начнет развлекать сама себя дома Но тогда в развлечения может пойти и тапочки И... Как пойдет уже, да? Проблемы с глазами и щитовидной железой Я тоже прочла Вот говорят, что если неправильно ухаживать За ними, могут все-таки возникнуть Хотя это достаточно здоровая порода собак Ну, по сравнению с остальными Порода действительно очень здоровая У них больших проблем не возникает И, опять же, при неправильном содержании Такие проблемы могут возникнуть Абсолютно у любой породы Потому что у собаки главное Это именно нормальное содержание Нормальное питание, сбалансированное Как вы их кормите? Мы их кормим сухим кормом Интерес в нашем городе к этой породе? Ну, у нас в городе, скажем так, этой породы очень мало Почему? Порода довольно редкая В принципе, как для России, для Украины Но в Бельгии она была выведена, да, если я не ошибаюсь? Она была выведена в Бельгии В России они появились не так давно И, в принципе, вот только сейчас порода начинает набирать популярность Она действительно становится востребованной До этого на выставках собак этой породы не было в принципе вообще А как вас принимают сейчас, когда приезжаете? Ну, сейчас уже нормально А когда первые разы приезжали, нас называли его шпицом И чем только... С кем только не сравнивали, да? Ну, это было, конечно, очень весело А сколько стоит такое животное, если выбирать? Ну, в среднем цена такого животного полторы тысячи долларов А как вот выбрать, чтобы там, знаете, не ошибиться Чтобы это была настоящая чистокровная собака? Ну, скажем так, чистокровность, она подтверждается родословной То есть, покупая собаку, человек должен понимать, что надо... Устала, засыпает Надо брать собаку с родословной, которая признана во всем мире А не только, допустим, городским клубом собаководства Потому что в таких клубах, естественно, не будет достоверной информации о родителях Плюс ко всему этому, выбирая собаку, желательно, конечно, посмотреть на ее родителей Устраивает вас такой типаж собаки? Не устраивает И, опять же, скажем так, выставочные оценки родителей Они все-таки подтверждают породность данной племенной пары Вам сложно с ними, ухаживать за ними, находиться рядом? Вот говорят, они отличные охотники Отличные охотники, они на грызунов На остальных, ну, скажем так, мы все-таки маленького размера Лиса нас сама может скушать Грызунов мы любим, с удовольствием за ними гоняемся Причем на данный момент мы гоняемся за ними дома Потому что у нас дома шиншиллы И, ну, к сожалению, для них, как радости для меня Охота не удается, потому что добраться до грызунов они не могут Ну, вот если бы вам предложили какую-нибудь другую породу собак Ну, вот как сейчас задумались бы, может быть, поменять Сколько лет вы ими уже занимаетесь? Я ими занимаюсь три года Я не устала от этой породы Они мне очень нравятся И другие породы собак у меня тоже есть Поэтому... Что получаете взамен, ухаживая за ними? Любовь Безграничную преданность Ну, это не передать словами Нельзя объяснить то, как... Видишь, когда собака тебя любит К тебе, как она относится Насколько она к тебе тянется Спасибо вам большое за то, что нашли время Пришли к нам в студию Оставайтесь с нами Впереди много интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!